Продолжение следует... Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». О том, что происходило в жизни района и не только, расскажу вам я, Виктория Вичурина. Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия» стартовала в Беларуси, передает корреспондент Белта. Акция пройдет по всей стране с 18 по 28 апреля. Ее цель – вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействие государственным органам в решении проблем насилия в семье. На контроле в Комитете государственного контроля Гродненской области находятся вопросы бережного отношения и эффективного использования лесных ресурсов на ведение и поддержание порядка в лесах. Вместе с тем, как показывают проводимые контрольно-аналитические мероприятия, не всегда и не везде данным вопросом уделяется должное внимание. В целях изучения принимаемых на местах мер по вопросам бережного отношения и эффективного использования лесных ресурсов на ведение и поддержание порядка в лесах с 23 апреля по 27 апреля 2018 года с 9.00 до 13.00 в Комитете государственного контроля Гродненской области по телефону 80152 79 88 05 79 88 06 79 88 09 будет проводиться горячая линия по указанным вопросам. На Сморгонщине чествовали юбиляра поэта Марьяна Дуксу. В Сольском Доме культуры состоялась литературно-музыкальная встреча, посвященная 75-летию выдающегося белорусского поэта. Марьян Дукса Марьян Дукса – аутр 17 книг поэзии. Верши цариновитого творца друковалися и за межами Беларуси, у перакладе на русскую, украинскую, болгарскую и польскую мовы. Яго поэтичные родки гучать на усіх районных урочистых мероприемствах. Ими починаються вядомые святы, фестивалі, конкурсы, творчые импрезы. Открываються знакомітое будинки і историчные мястіны Сморгонщины. Яни друкуються у районных республіканских виданнях, кранают сердце удзяжных слухачоу. В этих родках живе душателі навітага земляка, саправданага майстра поэтичного слова, аутра текста гімна нашого города. Життёвый шлях і ляпшыя творы славутага земляка узгадалі удзільнікі вечарыны. Мядзельшына хутор калявёцкі каракулічы – гадачаронны светлых куточык Беларусі. Малая родзіма поэта. Мабыць, яна і надзяліла талянтам прыгажостю душу Мар'яна Миколаевича самага маленства. Але ж малой родзімай поэта супыненастю назвав намеснік старшыніць Моргонска районного канавча комітета Янаць Бычко і нашу старожытную Сморгонскую землю. Я лечу, що кроме Мядзельшыны, як сьогодні прогучала, де ви народзілися, що Сморгонщина для вас уже саправдой стала малой родзімой. І ви саправдані Сморгонець. Тому, дзе б у нас не проводзілося якості свята, ці у Сморгоні, ці у Крэва, ці у Залесі. Коли треба були поэтичні родки, і вони у вас знаходзілися. Дякую, що і сьогодні вирадуються на свою творчість. Яго віршавані радкі – даступнія і зрозумілія, з одного боку, а з другого наповнені велікім губокім сэнсам. Чытаючі вірші паэта, здаєцца, што ўсё гэта адбываецца з тобою, гэта датычыць цябе, твай хваляванню, пачутцю, піражаванню. Настільки ваші вірші такі філософські, што калі їх читаєш, ну, здаєцца, усі адказы знаходзіць для сябе. І здаєцца, як сам умею писаць, то може б точно так би писав, але тільки такі дар даєцца не усім, а вам їм дадзіне, дадзіне ад Боха. Яны прасягнули до такой любої дародной землі, такой любої до людзей, до вашей радзіне, што калі так пусть сумна на душі, читаєш ваші вірші і становіцца святлі. Сасядам паэта віншавалі прихільнікі яго віршу – сябры, знайомы, адновязковцы, калігі па літературной творчасті. Шире пажаданні прагучалі адвыдаўца, публіцисты з младзечнами Хася Козловськага, паэткі Веры Вайцюль, Алый Клемянов. Ужаса дам кавша, выпадковка здая тело, у спянтай жилое тело, душка вечности душа. Вымалазня пёс своїх, некому зробила ласку, прагучи цяную пастку, займайся на них. Напрацягу многих гадоў дожыцца створча супрацовніства паэта Мар'яна Дуксы і композитора кероніка Народнаг ансамбля песні танца ім'я Агінськага Аляксандра Ляха. Колькі цудоўных непауторных вершаванных тэкстаў була напісаны паэтам да выступлэня коліктыва, які астае сапрауды брэндавымі для Смаргоншчаны. Урачысты адкрысцю музея сядзібы Міхала Клеофасагінська гу заліссі ўвашло ёстору нашага района і надога запамнілася ўсім присутным. Дзякуюча кранаючым радкам вершав, які напісав Мар'ян Миколаевич. Многі вершаванныя тематычна гульнёвая праграмы Народнага театра «Завадатор» таксама наліжаць Мар'яну Миколаевичу. Гульнёвая праграмы, з якими Народнага театр «Гульні Завадатор» аб'єздззюў, а мальшто ўсю Беларусь. Відайте, Мар'ян Миколаевич, вельмі було приємна чытаць ваші вершы, вельмі ганарынися гэтым. Пачас міра приєста прыгучалі адне з найлепшых пэтичных твору Мар'яны Миколаевича. А вершаваныя радкі ў викананні самого паэта узмаснілі наше ўспрымання ёго творчасті, жыцця і ёго талінту. І плоць, і дух тутэйших ты зянеў, ў бодаў часу твой выток схаваны, Далей твой мир жымучых карабей, ставодзями пецюн скалыханы. Ніякі шторп тебе не пахілиў, ніякая ветрыска не спыніла. І дякуй Богу, што до нас доплыл, і кроў твоя жымаў не остыла. Ах, як ты долго ў неба позіраў, імел завжды пекла днебёсаў, Ах, колькі ты за век своў вабраў, благіх і добрых чыларечаў лёсаў. Добрым падарункам да ўсіх присутніх і ўбіляра стали музычны нумары выкананні юных сольскіх артыстів, таліна вітых выхаванців сольской діцячай школы мастацтваў. Мерапрыўемство, прысвеченны ўбілеў паэта, прастягаваласа боч двух гадзін, але было таким цікавым і насычным, що пролетило і каўдной мгненье, і мгненье яркое, адметне, і якитарец Мар'яна Дуксі. В сморгонском лесном хозяйстве полным ходом идёт сбор берёзового сока. Издревле дар белостволого дерева славился своими целебными свойствами. Сокодвижение начинается весной с первими оттепелями и продолжается до распускания почек. Точный период выделения берёзового сока установить трудно, оно зависит от погодных условий. На сборе ценного продукта побывала съёмочная группа ОКС-ТВ. Весной раньше других деревьев просыпаются берёзы, которые под действием корневого давления начинают по своему стволу гнать сок. Это длится 15-20 дней, в зависимости от температурного фона. Поэтому нужно спешить запастись столь целебным напитком. Для этого вовсе не обязательно самостоятельно сверлить дырки в деревьях. Гораздо проще приобрести его в Сморгонском лесхозе. В этом году планируем собрать 15 тонн сока. На данный момент реализовано уже около 8 тонн сока. В прошлом году для сравнения реализовали 12 тонн. Но хочется отметить, что с каждым годом спрос на сок берёзовый со стороны населения увеличивается. Поэтому в будущем, в следующем году увеличим объёмы подсочки. Хочется отметить, что сок берёзовый – это скоропортящий продукт. Поэтому приносим извинения за возможные перебойки с наличием сока на торговых объектах. Ценность берёзовых слёз очень высока. Дело в том, что весной белостволое дерево выплёскивает в листья все жизненные силы, которые копило в течение зимы. Заготовка жиживительного напитка требует соблюдения особой технологии и правил, чтобы сбор не стал губительным для дерева. У сморгонцев же есть возможность получить сок не топором, а кошельком. Цена за литр берёзового эликсира варьируется от 18 до 20 копеек в зависимости от места приобретения. Вкусно, полезно и практически даром. Ежегодно мы производим заготовку берёзового сока. В этом году посаживаем больше 300 деревьев, но не хватает этого объёма. Будем пытаться наращивать, потому что спрос больше, чем мы можем себе на данный момент предоставить. Продажу осуществляем сока в Ореховке, 52-й дом, на территории лесничества. То есть стараемся каждый день или через день подвозить сок для обеспечения населения. Реализует сок также Трелесинское и Вишневское лесничества. Не беда, если не подготовили тару, её могут предоставить на месте продажи. А вот самовольный сбор берёзовика считается незаконным и влечёт за собой административную ответственность, предупреждают в Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Штрафы же за нарушение правил заготовки сока на самом деле сердитые. Так что тем, кто планирует выжимать берёзовый сок самовольно, есть о чём задуматься. В соответствии с Лисным кодексом Республики Белорусска и Законом Республики Белорусска о растительном мире, при осуществлении заготовки берёзового сока, юридические лица, индивидуальные предприниматели, должны иметь лесной билет, выписанный юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство. Гражданам предоставляется возможность свободной заготовки древесных соков бесплатно, на участках леса, определённых для этих целей лесхозами, а также возможность приобрести заготовленный сок в структурных подразделениях Министерства лесного хозяйства. За нарушение правил и технологии заготовки соков предусмотрена административная ответственность по статье 15.26 Кодекса об административных правонарушениях Республики Белорусска, за что предусмотрено либо предупреждение или штраф в размере до 20 базовых величин. Также с нарушителя взыскивается стоимость незаконно заготовленного сока, согласно установленным таксам. В соответствии с законодательством заготавливать сок можно только в насаждениях, предназначенных для рубок главного пользования, но не ранее, чем за пять лет до их рубки. Также существуют территории, где сбор строго запрещен. Обращаю ваше внимание, что существуют территории, на которых заготовка древесных соков запрещается. Заготавливать древесные соки нельзя в прибрежных полосах рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, в пределах полос отвода железных дорог и автомобильных дорог. Иных транспортных и эволюционных линий запрещено заготавливать древесный сок в населенных пунктах, в дендропарках, в ботанических местах обитания и произрастания диких животных и зекорастущих растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также в границах округов и зон санитарной охраны курортов. Также нельзя заготавливать сок в границах историко-культурных заповедников, мемориальных парков, археологических памятников, на территории санаториев, намов отдыха, в местах массового отдыха населения. Если у вас защитная сила организма на исходе, не пренебрегайте чудесным даром природы. Пейте на здоровье березовый сок. 21 апреля по улице Кубоколоса нашего города развернется весенняя ярмарка «Сад-огород-дача». На ней будет представлен широкий ассортимент плодо-овощной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров, саженцев плодовых и ягодных культур, посадочного материала, многолетних цветов, декоративных растений и кустарников, хвойных растений. Приходите! Весна – самое время выхода из зимней спячки и подготовки земли и растений к новому урожайному году. Начало работы ярмарки в 9.00. В церковном календаре существует большое количество различных праздников. На девятый день после Пасхи православные христиане встретили Радоницу – День поминовения усопших. Радоницей православной называют весенний праздник, который отмечают во вторник второй недели после Пасхи. Этот день принято считать днем особого поминовения усопших. Христиане по обыкновению приходят на кладбище, чтобы помолиться о душах усопших родственников и прибрать место погребения. Часто этот день считают Пасхой усопших. Этот праздник призывает христиан не печалиться и не скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться, что они перешли в вечную жизнь. Привычные для каждого уборка и облагораживание могил на самом деле обоснованы христианским вероучением. Могила – это место будущего воскресения, поэтому она должна содержаться в чистоте и порядке. Что касается убранства, места захоронения, то для верующих главным украшением является христианский крест, который знаменует спасение и воскресение человека. Приносят с собой люди и дополнительные предметы декора – цветы. Так проявляется память и любовь к усопшим. Стоит помнить, что молитва – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. Вечно живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умиловестить Бога. Вот почему молитва на кладбище у могилы – домашняя молитва за близких, долг всякого православного христианина. С новостями спорта в студии Сергей Юревич. Приветствую тех, кто держит руку на спортивном пульсе жизни нашего района. В субботу, 14 апреля, на стадионе детско-юношеской спортивной школы футбольный клуб «Сморгонь» провел вторую домашнюю встречу чемпионата страны в первой лиге. Соперник принципиальный – Орша. Обе команды выиграли матчи первого тура и находились среди лидеров без потерянных очков. Обе команды начали игру с атак на ворота соперников. На 12-й минуте получил травму и был заменен основной вратарь Орша – Вячеслав Каминский. Вместо него вышел молодой Евгений Кадратенко. Но «Сморгонь» не смогла извлечь из этого пользу. Атаки гостей носили более острый характер. На последней минуте первого тайма Алексей Казарин забил первый гол, а на 55-й капитан Орша Владислав Знак удвоил счет на табло. После этого то ли Орша успокоилась, то ли «Сморгонь» завелась, но преимущество перешло к хозяевам поля. Но особой опасности для ворот соперников атаки «Сморгонь» не представляли. Единственный ответный гол «Сморгонь» забила с пенальти. На 62-й минуте Артур Тишко реализовал 11-метровый удар. В дальнейшем ничего существенного на поле не произошло. Гости увезли и «Сморгонь» 3 очка. После второго тура «Сморгонь» с тремя очками занимает шестое место в турнирной таблице. Следующая игра в первой лиге пройдет в субботу, 21 апреля. «Сморгонь» опять играет на своем поле. К нам приезжает дебютант первой лиги «Чисть». Игра на этот раз пройдет на городском стадионе «Юность». Начало встречи в 17.00. В минувшее воскресенье, 15 апреля, «Сморгонский район» стал центром крупного спортивного события. В этот день на территории агроградка Крева и близлежащих окрестностей прошли любительские соревнования по бегу и езде на велосипеде. «Жуктрейл 5 Крева». По подсчетам организаторов, участниками этого спортивного мероприятия стали около 300 спортсменов-любителей из Белоруссии, России, Франции и Украины, половина из которых бегуны, а другая половина велосипедисты. По словам директора соревнований Светланы Монастырской, это уже пятое подобное мероприятие, которое организует Федерация приключенческих гонок Белоруссии. До этого «Жуктрейлы» прошли в Логойске, в Раубичах, в районе Радашковичей, в Марте, на Минском море. В Сморгонском районе эти соревнования прошли впервые. В Крево спортсменам предстояло пробежать дистанции в 10, 21, 45 или 70 километров. Любители велосипедной езды могли преодолеть маршруты 45 и 70 километров. Мы специализируемся на соревнованиях, связанных с передвижением по природе. По лесам, полям, лугам, болотам, то есть ни в городах, ни по асфальту, ни по стадионам. Очень многим людям это намного интереснее, чем бегать просто по стадиону или ездить на велосипеде по велотреку. Мы приобщаем людей к умению любоваться природой. Мы показываем, как это здорово проводить выходные на свежем воздухе. Возможно, с семьей. У нас есть дистанция для детей. И у нас даже на некоторые большие дистанции дети, подростки едут со своими родителями. Несмотря на то, что некоторые дистанции достаточно длинные, каждый участник при желании может их преодолеть, не учитывая спортивный результат, а наслаждаясь красотой белорусских пейзажей. Как правило, профессиональных спортсменов в таких соревнованиях участвует очень мало. Жуктрейлы ориентированы больше на любителей. В последние годы среди белорусов становится популярным активный отдых у себя на родине. Это отмечают не только организаторы, но и сами участники спортивного мероприятия «Жуктрейл 5 Крева». Мы стараемся делать наши дистанции в красивых местах, там, где есть исторические достопримечательности, там, где красивые виды. То есть показываем красоту страны людям, что можно не уезжать за границу в отпуск, а в Беларуси тоже красиво и интересно. Люблю велосипед, катаюсь год около 350 часов, тренируюсь, участвую в соревнованиях. Занимаюсь как любитель, то есть не профессионал. Уделяю времени, ну, где-то 500-600 часов в год тренировочных. Так, очень много ездим по соревнованиям, там, в разные города, в разные страны. Конечно, очень любимое это дело, и вот, потому что разные люди, разные впечатления, это, конечно, тяжело, но ради этого мы сюда и приезжаем. Я езжу постоянно, на работу, то есть на протяжении 8 лет. Просто я захотел отдохнуть, провести выходные в хорошей компании, и все. Я приехал сюда на велосипеде, в Сморгонь, ну, и в Сморгоне сюда, потом обратно своим ходом. Это самый лучший уикенд. Вот, в детстве, вот, чувство свободы такого безграничного. Вот на велосипед садишься, и, не знаю, какой-то прилив счастья. Вот мы вчера с моим товарищем разговаривали, вот, когда едешь, реально как-то нахлынувает на тебя, чувствуешь себя счастливым и свободным. Если плохое настроение, сядьте на велосипед и прокатитесь. Или, если что-то, то есть... И оно будет просто замечательным сразу же. Те, кого заинтересовало это мероприятие, могут попробовать свои силы уже летом. Следующее соревнование «Жуктрейл» пройдут в ночь, 7 на 8 июля, на берегу Вилейского водохранилища. Проблема несовершеннолетних правонарушителей в современном обществе представляет собой одну из самых сложных и противоречивых. К сожалению, не каждый подросток осознает, что совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудноисправимым последствиям. У нас за первый квартал 2018 года произошел рост преступлений среди несовершеннолетних. В прошлом году за аналогичный период у нас было одно преступление, в текущем году два преступления. По структуре преступления это одна кража и один угон. В связи с этим будет на территории Сморгонского района проводиться специальное комплексное мероприятие подросток. Именно в период с 8 часов 24 апреля до 24.00-28 апреля. В комплекс мероприятий будут включены активные действия сотрудников правоохранительных органов по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних. Также мы будем работать с категорией несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. И будем выявлять взрослых, которые оказывают негативное влияние на лист недосекших 18-летнего возраста. Хочется отметить, что уже в текущем году привлечено 43 лица, которые вовлекали несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, а также покупали для них спиртные напитки. Что касается наших торговых объектов, то уже 8 продавцов привлечены к административной ответственности за реализацию слабоалкогольных напитков или пива нашим детям. Поэтому я хочу обратиться к жителям нашего города и района, для того, чтобы мы не оставались равнодушными. И если видим, что в отношении детей совершаются какие-то правонарушения или преступления, незамедлительно информировать органы внутренних дел. Что и казать, танцевать, любить уси и дорослые дети. И неголовное, по правилах человек танцуя, або рухается, як умея. У любым випадку танец – это задовольнение. А когда у чаровных свет танца запрашают оконуться с правдой мастерой хореографического мастерства, то это ни с чем не параунальная почутка осолоды от встречи с пригожим. 21-го красавика у районным центру культуры отбудется областный конкурс танцевальных коллективов «Скоки во все боки». Початок у 12 годин. В охот вольный. Щиро запрашаем. В субботу 21 апреля столбики термометров в ночные часы будут показывать плюс 7, плюс 9. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Во второй половине дня через территорию Сморгонского района пройдет малоактивный холодный атмосферный фронт. Ожидается усиление западного ветра местами порывами до 22 метров в секунду. В воскресенье 22 апреля уплотнится облачность. Ночью температура воздуха составит плюс 4, плюс 6. Днем 13-15 со знаком «плюс». Ветер северо-западный порывистый. В понедельник 23 апреля в ночные часы температура воздуха понизится до плюс 2, плюс 4. На почве местами по району ожидается слабые заморозки до минус 1. Днем весеннее солнце прогреет воздух до 13-15 градусов тепла. Ветер слабый неустойчивого направления. К вечеру возможен кратковременный дождь. Это были основные темы нашего выпуска. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Программа события транслируется при технической поддержке общества с ограниченной ответственностью «Аксиома-сервис» Сморгонское кабельное телевидение.